770 казахстанских сел модернизируют в этом году в рамках проекта АУЛ Ельбесыга. Как сообщили в Министерстве нации экономики, в этом году найти цели из госбюджета выделили почти 200 миллиардов тенге. Ведомстве заявили, что улучшить жизнь сельчан всех населенных пунктов страны планируют до 2027 года. О том, как реализуется программа на деле в материале Миры Альжановой. За последние три года на программу АУЛ Ельбесыга государство выделило 326 миллиардов тенге. За это время реализованы больше 3,5 тысяч проектов. По данным Министерства экономики, на эти средства реконструированы социальные здания, построены дороги и объекты ЖКХ. А вот для того, чтобы модернизировать 770 сел, в этом году из казны потратят почти 200 миллиардов тенге. Сейчас мы находимся в поселке Коянде. Он находится в 20 километрах от Астаны и относится к Цельноградскому району Акмолинской области. Проблем здесь накопилось немало. Люди жалуются на отсутствие дороги, дефицит воды и перебои с электричеством. Иногда свет есть, иногда его нет. По вечерам отключается. Чайник, морозильник, телевизор сгорели. Всё это мы приобретали в кредит. Не успели оплатить, как всё сгорело. На этой стороне Коянде воды вообще нет. Вода привозная. Легче тем, у кого есть машина. А вот у кого нет авто, им совсем тяжело. На строительство сети электроснабжения в селе Коянде в этом году предусмотрели порядка 700 тысяч тенге. По данным министерства, информация о необходимости ремонта дорог, подведения водоснабжения или подключения к электроэнергии предоставляется местными акиматами. К слову, модернизировать все казахстанские сёла планируют до 2027-го, отметили в ведомстве. В текущем году, в 23-м году, из республиканского бюджета предусмотрено 198 миллиардов тенге на реализацию 1731 проектов. 771 СМП. Также, если сравнивать с 2019 годом, у нас объём финансирования по проекту увеличился в 6-7 раз. Ранее глава правительства Алихан Смаилов раскритиковал Акимов-Аматинской и Лутаусской областей из-за хода реализации программы АУ в Ельбисэгэм. Премьер-министр отметил, что бюджетные средства в этих регионах запланированы неэффективно, а тендеры не разыгрывались вовремя. Из-за этого сроки сдачи объектов задерживаются.